Девочки, один глаз открылся, но он такой вздутый весь, а второй даже не открывается, он у него сросшийся. Завтра отвезу его к врачу, посмотрю, можно ли второй глазик открыть. Потому что глаз просто сросшийся, но такое ощущение, что котенок полностью слепой. Не знаю, выживет или нет, но кушает хорошо, соску тоже сосет. Вот у нас была лохматая собачья душа, а теперь она у нас наполовину кошачья. Ну что же такое творится, а? Это же просто ненормально. У нас столько кошек в последнее время идет, девочки, это что-то ненормальное. Раньше не кидали кошек, а сейчас кидают и кидают и кидают. Взять ребенка – это очень ответственный шаг. Это по-настоящему подвиг, я считаю. Я твердо знаю, я бы не смогла. Я бы не смогла, потому что я считаю, что я была бы плохой мамой. Я замотанная, вечно все забываю, вечно куда-то бегу. Вот я бы никогда ребенка не смогла взять. А люди берут, и я восхищаюсь такими людьми. По-настоящему восхищаюсь. И это огромное счастье, что они живут на нашей земле. Дай Бог им здоровья. И благослови их семьи. Все-все-все. Таким людям ноги надо кланяться. Замечательно. Думай о хорошем. Не тереби себе сердце и не рви его. Все будет хорошо, моя хорошая. Мы не можем с тобой спасти весь мир. Но посмотри, сколько мы с тобой спасаем. Очень много, девчонки. Вы все оглянитесь. Это же здорово. Понимаете, я считаю, что наша жизнь, она по-настоящему не зря проходит. Я в это верю. Просто верю. Наташ, ты хочешь стать крестной мамой? Ей-богу, я не откажусь. Снимите с меня одну проблему. Господи, девчонки, я вам обоим в ноги кланяюсь. Спасибо, мои родные. Викуля будет выгармливать, Натальичка будет денежкой подкидывать, да? Да вы мои золотые. Спасибо, девчонки. Вот ей-богу спасибо, от всего сердца. Просто ребенка очень жаль. А я уж не знаю, что делать, девочки. Именно поэтому злым так легко быть. Ты сделал и пошел, и не чувствуешь никакой ответственности. А добрый, он же сцепится зубами и будет тянуть, что жилы будут крещать. Да. Злым быть очень легко, а добрым невероятно трудно. Наверное, поэтому добрых людей все же на земле меньше. Но то, что они делают, представляете, девчонки, как сильно это перекрывает весь негатив от зла. Добро все-таки сильное. Сильное чувство. Я не жалею, что я на стороне добра. Не жалею. Все. Наш дымчатый ребенок едет домой на временную передержку, но едет к маме, пока мы его не пристроим. Викуля, спасибо. Огромное спасибо. Наша Вика возьмет у нас малышей. Малышку, малышку, малышку. Я бы, конечно, Вике сплавила еще кого-нибудь, но не хочу наглеть. Малышечку я ей дам. Вот эту маленькую, слепую, серенькую. Она ее выходит, приведет в порядок, подлечит. И все будет хорошо. Потом мы, малышечке, найдем дом. Слепота – это не порог. Мы обязательно найдем ей дом. Вика уже выхаживает наших черепах. Вот теперь будет выхаживать нашего котенка. Нашего лохматого. Черепахи ведь тоже у нас из лохматой души. Тоже они у нас внутри сердцем лохматые. Дело в том, что да, Валя, когда выезжала в Москву, этого котенка подобрала, он беспомощный, глазки слипшиеся были. И она говорит, я не смогу его выходить, мне некогда его кормить. Его кормить нужно каждые 2 часа тыкать носиком. Ну, в общем, она попросила хотя бы на недельку, а там, если получится, как говорится, может быть подольше, чтобы его не просто выходить, а адаптировать к людям. Потому что, ну, если он слепой, у нас уже столько животных дома, то он на временной передержке для адаптации к окружающей среде. Чтобы люди в него влюбились, ну, может, все-таки кто-то сжалится. Нужно сказать, что на один глазик он полностью слепой, один глазик у него полностью закрыт. А вторым глазиком он видит тени. И мне кажется, постепенно он все лучше и лучше. То есть, видимо, он у него был воспаленный. Сейчас я капаю и гормоном, и антибиотиком. То есть, глазик становится лучше. Но она не натыкается, то есть, она играет. Она видит, и, наверное, видит как раз тем глазом, который закрыт. Потому что второй глазик, который закрытый, он прям чуть-чуть, прям щелочка маленькая. И раньше он был залеплен. Сейчас после купания, после размачивания он чуть-чуть приоткрылся. И если сначала она не реагировала на игрушки, то сейчас она прям, дочка с ней играет. Вот, например, взяла наушник и катает, ну, вокруг нее. То есть, она следит слабовато, но она, видимо, вот этим закрытым глазиком видит. Поэтому, а с той точки зрения, чтобы и видно было, что он вполне хорошо может жить в квартире. То есть, животное же не чувствует себя инвалидами. Полежать? Ну, без тебя не полежишь, да? Ну, иди целуй маму скорее. Скорее. Скорее, конечно. К маме подмышку. К маме вкуснее, да, подмышкой лежать. Ты мой сладкий собакен такой. Вот так вот, да? Хорошо с мамой. Все плавать. Поплыли, поплыли, давай, давай. Давай, плыви, молодец, 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 плыви. Вот так, умничка. Давай в другую сторону, давай. Вот так, вот так. Молодец, моя собачка. Люка, ко мне плыви. Плыви к маме. Люка, к маме, к маме, к маме скорее. Молодец. Вот так, привыкли к водичке. Как хорошо. Привыкли. Люка День ВДВ отмечает, да? Не жарко, красота. Молодец. Люка, поплавай еще, жарко, бедненько. Жарко, да? Сейчас Люку. Ой, тихо, 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 нет, давай плавать. Не бойся, давай, давай вместе плавать. Как мы с тобой? Да не лезь ты на меня, а что ж ты делаешь? Ты на ручки. Моя собачка маленькая. Устала, бедная. Моя маленькая собачка на ручки. Той ты, речь. Люка, тебе хорошо отдыхать у Дианы на ручку? Собака, чабака. Люка, Люка. Она на меня обиделась, глядь не смотрит. Люк, посмотри на маму. Господи, вцепилась-то как. Устала, Диан. Все, выпускай ее на одеялко. Давай. Тебе хорошо? Бо, все, охладим. Хорошо тебе, да? Жара такая, скажи, 40. Хорошо, руки мои. В прохладной водичке. Давай, все, иди вылази. Все, слази с ручек. Нет, слази. Нет, слази с ручек, Люка. Не, Русю. Ну, Люка, ну слази. Давай. Скажи, вынеси. Ну ты что делаешь? Мне больно. Ты же собака. Все, скажи, выноси меня. Все, давай. Иди, все, иди. На одеялко. Давай. Серия празднования Дня ВДВ. Гостя, ты умеешь плавать? Вот так, Гостенька, плавает. Вот так. Вот так, плавает. Вот так. Умеет плавать, умеет. Ну пусть охладится немножко тоже, это жарко. Ну-ка, Настя, дайте нам бассейн, скажи. Она его проколет, он очень тоненький, она лапками проколет. Не надо. Давай стул, чтобы она могла. Не надо, она нормально плавает. Все собаки умеют плавать. Вот так. Опа. Молодец. Ее долго нельзя, она старенькая, она устает, поэтому ее буквально вот сейчас две минуты пустят. Чуть жару снять. Умничка, молодец. Вот им сейчас легче будет. Все, держись, держись. Отдыхай. Отдыхай, моя собака. Хорошо тебе? Да еще бы. Хорошо тебе? В такую же оруду в бассейн. Красота. Кайфово. Устала, Босенька. Устала, зайка. Люка еще купаться хочет. Ой, что-то задом плывет собака моя. Собака-чебака. Собака-чебака плывет задом. Смотри в ушки, чтобы не брызгать, а то в ушки попадет вода. Все, давай. Все, выпускай на одеялко ее. Все. Хорошо? Хорошо, Бузя. Понравилась, зайка. Красота. Скажи, а то все в ванной, да в ванной, да. А тут вон сколько у меня. Вполне хорошо может жить в квартире. То есть животное же не чувствует себя инвалидами. Просто решила сейчас пару дней ей воспринял поколю. Ей станет легче. Гноя не будет, потому что, может быть, даже у нее сейчас воспалительный процесс немножко пройдет. Может быть, за счет этого она еще не видит. В общем, решили снять воспаление, потому что она такая маленькая, что ей все равно сейчас никто не будет делать операцию. Ей недельки, у них глазки открываются. Ей уже где-то недельки три, наверное. То есть около месяца. Потому что она начинает лизать сметанку самостоятельно уже. Бутылку она напрочь отказывается. Молоко не хочет, смесь не хочет. Мы едим сметанку, едим Тему. И мясо я перемалываю в блендере. Водичка кипяченая разбавляю, потому что вчера она не пила еще воду. Сегодня она стала хорошо пить воду. Стала очень активная, стала играть, веселенькая, пищать, к собакам задираться. Вот такие вот у нас новости. Ну и сегодня новоселье. Люка, у нас тут маленькая деточка есть, да? Маленькая, маленькая деточка, да? Что, Люка, она с тобой с маленькой не играет, да? Не играет с ребенком. Не падай. Маленькая, да? Вот так вот скажи. Маленькая, маленькая. Скажи, я тебя боюсь вокруг у нас собак. Нет, эта маленькая дразнилка ничего не боится. Видишь, Люка ее целует как носиком, аккуратненько. Люк, она маленькая. Да что же у вас за такая любовь друг к другу, а? Два дня дома уже у них любовь. Сонечка, смотри, зайка, чтобы она не упала. С любого. Люк, ты ляжь, и она будет с тобой играть. Ложись, Люка. Лежать, Люка, лежать. Эй, мелочь, да? Атаковала мелочь, Люк? Ой, мелочь атаковала. Люка, Люка. И тут приходят наши любимые леточки. Да, любимые леточки. И Люке хочется поиграть, но она их не видит. Тихо, тихо, тихо. Ты ее сюда вперед сними. Она, видишь, хочет с ней поиграть. Сейчас, сейчас, давай, будет. Бойся, не спать. А старушка, бойся, спи на ходу. Иди сюда, около Люки. Гляди, как играют. Она сейчас уже поворачивалась. Она не хочет играть в игрушки. Она хочет играть с Люкиным хвостом. Видишь, легла и задирается. Легла и задирается. Это маленькая задира. Дымка. Ага, испугалась. Моего голоса испугалась. Люка боится ее тоже. Ты бояка, Люка, да? Она тебя такая маленькая-маленькая не боится. А ты ее боишься. Такая большая. Боится маленькой. Маленькой-маленькой кишки. Эх, Моська, знать, она сильна. Кури лает на слона. Хвостик, да? Какая пасть. Да, Дымка, пасть такая. Эй, ты маленькая Дымочка. Девочка-шмагодявочка такая. Играться хочет такая. Девочка-шмагодявочка. Любит маму за пальчики кусать. Вот так. Мы любим, чтобы нам шейку чесали. А мы за маму за пальчики кусаем. Вот так. Вот так за пальчики кусаем. От рыбки отказались. От мяски отказались. Детскую смесь едим. Понравилась нам каша с абрикосом овсяная, да? Шмагодявочка. Ах ты кусучая такая девочка такая. Прям сразу кусается. К собакам пристает. Мама кусает. Прям в Бандерша маленькая подрастает. Такой активный ребенок. Сопливый такой маленький ребенок. Сипит вся, хрипит. Сегодня скушали 4 чайных ложки, скажем, за день. Да. 2 ложки каши, полных с горкой. И 2 ложки Темы. Рано утром еще сметанки поели. А то без сметанки мы какать не хотели. А сегодня вот 2 раза зато прокакались после сметанки. Молоко мы пить не хотим. Вот так вот, скажи. Скажи, я вижу, но чуть-чуть. Приходится на белом одеяле играть. Скажи, на цветном я не вижу. А на белом я вижу. Вот так, да. На белом, скажи, я вижу. То есть видим мы тени. Вот теперь мы расстелили белое одеяло. Что, Люк, играет она с тобой, да? Она маленькая. Маленькая она, да. Маленькая. Нельзя обижать маленькую. Ой, видишь, как носиком аккуратненько ее нюхает. Она не нюхает, она как будто толкает ее носом. Люк, она маленькая, аккуратней. Нюхай аккуратней. Смотрите, как он хорошо адаптирован. То есть возьмите его кто-нибудь. Не бойтесь того, что ребенок инвалид. Что ходит она уже умничка. Ну, в горшок еще не ходит, но в один уголок, на пеленочке. Вот она выделила один уголок, как туалет. Она очень умненькая. И писает, и какает. Вот ходит буквально сантиметров 10 в углу. Вот у нас такая большая коробка для холодильника. Ну, как из-под холодильника. И она в одном уголочке спит в одном месте, кушает в другом, а писать ходит в третье. То есть Валя попросила его выкормить, выходить, чтобы хотя бы он начал кушать самостоятельно. А на данный момент она такая маленькая еще, что я ночью, она спит у меня на шейке. И она мне шею сосет, как вот присасывается. Просто ей очень нужна мамка, конечно. То есть она у меня адаптирует. Мы живем в деревне. Надо все-таки ехать к этому кофтальмологу, кроме в клинику Ветлазарет. И мне кажется, он приоткроет ей глаз. Наверное, этот глаз видит. А вот второй глазик, который открытый, он очень мутный. И он у нее в розовой пленке. В общем, мне кажется, второй глаз у нее не видит. А видит она как раз-таки закрытым, полузакрытым глазом. Ой, мои золотые, как же я вас люблю, девчонки. Спасибо, солнышки мои. Девочки, спасибо. Еду рот до ушей. А Эдик удивляется тому, какие вы замечательные. Доброго-доброго вам здоровья, мои хорошие. И лови на благополучие, чтобы она вас захлестнула. Спасибо. Спасибо. Спасибо.